Не в службу, а в дружбу. Вода в этом доме за последние три дня стала дороже золота. Утром графин, в обед кастрюлю. Так соседи делятся холодной водой, несмотря на свой возраст и её стоимость. Выручать тех, кто оказался жертвой коммунальной аварии, стало уже доброй традицией. Ой, Верочка, спасибо тебе большое. Выручила ты меня, миленькая. Наиле Фомина дальше порога квартиры не выходит. У неё сахарный диабет и проблемы с ногами. Лекарства принимает по часам. То, что запивать таблетки она вынуждена кипятком, расценивает как издевательство. Да ещё не постирать вещи, не принять ванну. Утверждает, что всегда честно платила по счетам. Почему теперь приходится страдать, не понимает. Значит, мы должны страдать. А я не могу в грязи жить. Я не могу так жить. Мне надо умыться, мне надо поймать правильно. Мне постираться надо. А я что должна делать? Ходить всем дайте водички, да и ходить тяжело. Без холодной воды сейчас её соседи по стояку. В основном пенсионеры. Они уверены, что управляющая компания и участковый не пытаются исправить ситуацию. Жители выяснили, что причина их проблемы в квартире на седьмом этаже. Там два дня назад прорвало стояк, поэтому его перекрыли. А застать дома владельцы этого участка трубы не могут. Мы им уже телефон достали, фамилию этого человека. Отнесли туда. Никакой сдвиги нет. Остудить эту горячую воду и в ней помыться даже. Это сколько надо воды-то? Она ведь стоит большие деньги, 200 рублей куб. Пенсионеры слышали, что квартира уже продана. А в таком случае поиски нового хозяина могут затянуться. А караулить собственника у дверей бесполезное занятие, считают они. Собственные поиски жильцов не увенчались успехом, поэтому они решили обратиться к соседу весьма необычным способом, оставив ему записку в надежде, что он ее прочтет и откликнется, и примет меры по устранению аварии. Сегодня в управляющей компании нам пояснили, что пустить воду по стояку пока невозможно. Иначе произойдет подтопление нижних квартир. Однако коммунальщики продолжают вести поиски владельца через службу скорой помощи, рекпалату и полицию. Просто эта квартира не муниципальная. Квартира собственности у человека. Вламываться куда-то без ордера, без ничего, я тоже не имею права, сами понимаете. При участковом это вскрыть, заактировать, сфотографировать, опись имущества сделать, тоже не так просто. Как сообщил начальник подрядной организации, они обсудят этот вопрос на совещании и посоветуются с юристами. Возможно, уже завтра коммунальщики смогут проникнуть в квартиру и вернут водоснабжение соседям. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте Мобильный Репортер 24.